Добрый вечер, мои уважаемые зрители. Сейчас собирался ложиться спать, открыл быстро новости, посмотреть ленту и увижу такую статью. Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженца. Не могу понять, российские. А там что? Лигеры, арабы могут быть находиться, что ли? Сбежали из российской больницы, так хотели написать, что ли? В общем, не в этом вопрос. Скончалась девушка, по потере крови полтора литра потеряла. Время кесарево сечения. Что там произошло? Врач-акушер-гинеколог Евгения, 72 года. Это что, пенсионная реформа уже вошла полностью в ход? В 72 года заставляет работать? В 72 года она ушла, потому что у нее были проблемы с давлением. Еще другая врач, Эль Сет, такая-то, сообщила, что ей позвонил муж с дому и надо было срочно уехать. Оставляют девушку, стекающей кровью. Также отмечается, что перед этим медики зафиксировали у уроженца ухудшение состояния. Зафиксировали и бросили. В больнице, к тому же, оказалась сломана кислородная маска. Одна маска. Представляете, что это такое? Куда идут налоги, которые государство повышает, повышает с каждым годом, а каждым днем? 72 года. Пенсионный возраст подняли. Да, человеку уже не оставляют выхода никакого. Эта тенденция идет во всех странах. Во Франции. Я лично на пенсию уже не рассчитываю. Я просто до нее не доживу. Но когда я вижу такую тупую рекламу, как показывают, вот, в Америке там старичок на костылях работает там каменщиком в 90 лет. Молодец. Вот пример, видите? А он еще говорит, да, да, конечно, я согласен работать. Конечно, согласен, потому что пенсии у него не будет. Вообще, смотрите сами, что это такое. Во-первых, бросить человека в таком состоянии, это уже не врач. Это уже, я не знаю, кто, как это может человек так халатно относиться к работе ответственной, по которой он якобы получил диплом. Ну ладно, 72 года это уже все. Это человеку плохо стало, но другая поехала срочно домой. Муж что, позвонил, сказал, там, ты молоко у тебя на печке, ты оставила, убегает. Как не заменили штат врачей, которые должны находиться в родительном отделении, к тому же с девушкой, у которой было отмечено ухудшение ее состояния? У меня просто на это нет ответа. Но 72 года в таком возрасте человек уже должен быть на пенсии, тем более, если он на самом деле не купленный диплом, а акушер-гинеколог, я думаю, хорошо отработал в свою всю жизнь и уже заслуживает быть на пенсии, а не вкалывать до такой степени, что там проблемы уже с давлением появляются. В общем, я просто от этой новости ошокирован. Я оставляю под видео ссылку. Вот и все. Всем спокойной ночи и до следующего раза.